Праздник сказка Маленькая новая жизнь. Первый лист календаря – чистая бумага, на которой пишутся свежие планы и обещания. А он уже точно знает, что будет написано на этом чистом листе. В загадочном танце звезд и хороводе планет астролог Александр Леушканов читает будущее. Какие между ними возникают аспекты, в кине попадают дома, так называемые, на тайные карты. Человек иод на основании этого можно делать какие-то выборы. На основе вековых карт эфемерит и схемы движения планет по небу можно составить прогноз для каждого знака зодиака. Наступающий год – год черной или водяной змеи. И самые большие перемены и свершения ждут представителей водных знаков – скорпионов, рыб и раков. В знаке скорпиона весь год будет находиться планета Сатурн, поэтому именно скорпионам нужно будет принять какое-то очень важное, ответственное решение, которое изменит их дальнейшую жизнь на 5-6 лет вперед. У раков основные изменения начнутся во второй половине года, где-то начиная с июля. А у рыб в целом год удачен фактически для всех сфер деятельности. У близнецов год тоже будет удачным, особенно первая половина. Спокойный 2013-й ждет Дев. Небольшие перемены возможны в феврале и ноябре, говорит астролог. Крупные изменения в сфере работы произойдут у водолеев, а у львов – в личной и семейной жизни. Особое внимание могут потребовать родители. Для тельцов наступающий год будет удачен для заключения брака. Сложности ждут овнов, козерогов и весов, уверен звездочет. Дело в расположении – урана и плутона. В квадратуре считается это один из самых напряженных аспектов в астрологии. То есть, образно говоря, между этими планетами возникает конфликтная ситуация. Повлияют эти планеты на общую обстановку в мире. Возможен кризис или даже дефолт, предсказывает астролог. Но, как говорится, не в деньгах счастье. Удачным будет год для любви и творчества, считает Александр Леушканов. Волосы, волосы надо. О, не то что будет. В том, что год сложится удачно во всех отношениях, они уверены. Этот ритуал стал уже традицией. В новогоднюю ночь ребята уже несколько лет подряд сжигают снеговика. Ура! Кэппи-бол! Для закрепления эффекта – хоровод, почти обрядовые танцы. А вот когда первый раз сжигали снеговика, им было не до смеха. Снежное чучело, можно сказать, им жизнь спасло. Несколько лет назад ребята чуть не замерзли в поле. Машина, на которой они приехали, сломалась. Мы думали, как согреться, и слепили снеговика. Сначала, когда его грели, мы согревались, а потом полили бензином этот снеговик, и дальше продолжали греться. Теперь они верят, что сжигание снеговика не только дарит тепло, но и заряжает своей положительной энергией весь год. Впрочем, это довольно необычная традиция. Есть и другой, гораздо более распространенный и общепринятый ритуал. Весело отметить главный зимний праздник. Ведь, как говорят, как Новый год встретишь, так его и проведешь. А если хочется поменять что-нибудь в жизни в лучшую сторону, то и торжество должно быть необычным. И я очень хочу быть чертик. Ты вчера хотела быть ведьмой. Да, за ночь я передумала. Уже несколько ночей девушки ломают головы, сочиняя новогодние сценарии. Вечеринка нечистой силы только одна из 17 программ, которые две Ани и Марина уже готовы поставить хоть сегодня. А ней рекомитет праздника, который обещает быть фееричным. Необычная задумка родилась около месяца назад. Традиционно мы отмечали всегда Новый год в семьях. Ну, как-то так сложилось вообще. А я ленивая, я настолько нагуляюсь за целый год, что новогоднюю ночь хочется провести у телевизора. И поэтому готовить Аня. Телевизор мы не включаем вообще никогда. Поэтому я решила хватит им лежать на диване. В этот год мы едем за город. В списке гостей уже 24 человека. Взрослые и дети. Многие из них незнакомы друг с другом. Все собрались по цепочке. Но скучать никому не придется, уверены девушки. Новогодним настроением они уже светятся. И заражают им всех окружающих. Даже работники, украшающие главную елку города, не устояли. И позволили трем волокжанкам внести свой вклад в праздничное убранство. Еще один вариант сменить домашнюю обстановку на что-то необычное – отправиться в путешествие. Такую поездку Олег с женой начали планировать еще весной. Новый год в Лапландии. Подарок для 11-летней дочери, которая еще верит в чудеса. Пройтись по следам Герды, побывать в замке Снежной Королевы. Отужинать там вместе с ней. Потом побегать с троллями. Правда, за чудеса пришлось выложить кругленькую сумму. Что неудивительно, цены на путевки в новогодние праздники вырастают в 2-3 раза. В зависимости от выбранного направления. Если говорить про Чехию, можно съездить, встретить Новый год. Сюда уже будет включен авиаперелет, включена виза. Новогодний ужин включен от 30 тысяч на человека. Если более экономичные туры, можно взять паром, встреча Нового года на пароме. Там обойдется тур где-то от 9-10 тысяч рублей. Позагорать на солнышке. Самый недорогой это будет Египет. В среднем тоже 10-12 тысяч рублей. Розовое, белое, черное. Где бы и как бы не планировалось отмечать Новый год, вопрос, что надеть, один из самых насущных. Что выбрать, чтобы и друзей поразить, и моде соответствовать, и символ года. Змейку порадовать. Так, надо обратиться к специалисту. В советы, что носить в Новый год, спросим у мастеров шелка и атласа, у повелителей ниток и иголок. Мы отправляемся в ателье. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Готовитесь уже к Новому году? Да, мы уже активно начинаем готовиться к Новому году. Поступают очень интересные заказы карнавальных костюмов, как от различных организаций, так и от частных лиц. Карнавальных костюмов, а также вечерних платьев. И кем же хотят нарядиться в Волокжане под Новый год? Ой, это очень разнообразная фантазия у наших Волокжан. Кто-то костюм снеговика, баба-яги, кикимора и даже лешего. Вечерние платья Волокжанки выбирают тоже разные. И макси, и мини. Кружевные и шелковые. Фасон и цвет может быть любым, говорят модельеры. Но обязательно в наряде должно быть что-нибудь черное, чтобы угодить символу года. Удачным выбором будет платье из кожи, как и наряд со змеиным принтом. Не бойтесь добавить в образ блеска и ярких красок. Хозяйка года – символ карнавала. К примеру, такое платьишко. Небольшого силуэта с блестящей фактурой, чтобы задобрить змейку с отделкой из натурального механорки. Также выполнен цветок тоже из механорки и с отделкой из шелка и кожаного шнура. На этом манекене платье выполнено под кожей рептилии. Также выполнена отделка механорки, бахрома с золотым тиснением и элегантное манто из норки с отделкой из шелка. Как раз меховая отделка сейчас на пике популярности. Она прекрасно дополнит новогодний наряд и послужит заменой стандартным ожерельям. К меху и красивому элегантному платью хорошо подойдут туфли, браслеты с блестящей отделкой. В этом сезоне модно добавлять золотые или серебряные украшения. Итак, в этот Новый год вы можете смело надеть на себя что-нибудь блестящее. Главное – не выглядеть при этом, как новогодняя елка. Кстати, об этом. Придумав, в чем именно вы украсите собой новогоднюю ночь, пора бы подумать и об украшении дома. И главного символа наступающего праздника – елки. Здесь тоже есть свои модные секреты. Мишура и гирлянды уходят в прошлое, считает дизайнер Зоя Тугарова. В моде – европейский стиль. В этом году мы решили украсить елку в золотисто-ванильных тонах. Всем известно, что Новый год – это сказочный праздник, поэтому на елке должны присутствовать сказочные персонажи. Вот такие феи. Обязательно должны быть на вашей елке. Также елочка пришла к нам из леса, поэтому на ней должны быть птички. Птичек мы тоже повесим на нашу елочку. Вот такой вот денежный павлин. Добавим символ любви – бабочка. Тоже поместим на нашу елочку. Пушистые ветки расцветают золотом. Украсят модную елочку и шары. Правда, не разноцветные, а ванильные, чтобы соответствовали общей цветовой гамме. Шарики можно украсить бантиками. Сделать их более праздничными, нарядными. Бантики вы можете сделать своими руками. И в завершение можно украсить верхушку елки вот таким вот замечательным цветочком. Казалось бы, цветы – несколько нестандартное украшение для зимней красавицы. Но они все чаще используются в декоре. Стали трендом этого года и в праздничном убранстве. Главное – блеска добавить. Тогда цветы станут сказочными и зимними. Делал капельки. Сначала делал большую капельку, потом поменьше, поменьше. Еще один вариант необычного праздничного убранства предлагает школа традиционной народной культуры. В свободно-кистевом стиле мастера и ученики расписывают новогодние украшения и подарки. От дощечек и открыток до елочных украшений, подсвечников, матрешек и миниатюрных фигурок. Можно написать достаточно просто вот такую елочку, то есть кисточку набирается цвет и мазочками пишется сначала зеленым цветом, только зеленым, это называется подмалевок. Потом набирается на кончик кисточки белый цвет и повторяется движение, набирается, повторяется, набирается, повторяется. То есть получается такая заснеженная елочка. Еще можно будет украсить шариками, нарисовать Деда Мороза и Снегурочку или сказочных зверей. И всего из трех элементов – листочка, капельки и кружочка. Где отмечать придумали, что надеть подобрали, советы по украшениям выслушали. Пора подумать о праздничном столе. Праздник Нового года – самое время проявить все свои кулинарные таланты. Что же такого особенного приготовить? Так, снова нужно обратиться к специалисту. Как быстро и просто приготовить действительно королевское блюдо? Надо спросить у профессионала. Приоткроем секреты, стоящиеся за дверью ресторанной кухни. Сегодня мы будем готовить морепродукты-гриль. Именно морепродукты должны занимать центральное место на новогоднем столе. Уверена Суши Фоксана. Это обязательно порадует хозяйку наступающего года – водяную змею. А выбранное блюдо довольно просто в приготовлении и по времени не затратное. Управимся за 15 минут. Для блюда нам потребуются морепродукты. Это королевские креветки, гребешок, кальмар, мини-осминожки и лосось. Морепродукты предварительно необходимо подержать полчаса в маринаде из оливкового масла с добавлением сока лимона, соли, перца и тимьяна. Еще нам потребуется для жарки чабрец и оливковое масло, для соуса – белое вино, сливки, измельченный сельдерей. Для сервировки – зеленое масло на основе оливкового масла и зелени, красная икра, лимон, баклажан и коньяк. Сначала обжарим лосось в первую очередь. Для этого мы берем оливковое масло. Наливаем на сковороду. Лучше взять специальную для гриля. Но и простая тоже подойдет. К оливковому маслу добавляем чуть-чуть тимьяна или чабреца. Теперь можно обжаривать рыбу. Лосось готовится чуть дольше остального, поэтому его очередь – первая. Сразу же положим на сковороду баклажан. Он нам потребуется для декора блюда. Жарим этот минуты две-три, пока не появится корочка у нас. Обжаренный лосось перекладываем на поднос и доводим до готовности в духовке или конвектомате. Таймер устанавливаем примерно на пять минут. Теперь очередь за морепродуктами. Сначала мы ложим креветочки, так как они у нас побольше, они чуть подольше будут готовиться. Креветки обжариваем минуты три, пока не покраснеют. Затем их помещаем в духовку к лососю. На сковороду добавляем гребешки и кальмар. Сейчас мы берем осьминожки и обжариваем их до готовности. Осьминожки становятся немного белее и уменьшаются в размере. Готовится очень быстро. Блюдо почти готово. Сейчас мы возьмем коньяк и немного нальем. И подождем. Как и специи, коньяк сделает блюдо ароматнее. Теперь можно приступить к оформлению. В середину большой тарелки положим баклажан, сверху лосось. По бокам рыбы красиво установим креветки. Далее все следует полить соусом на основе вина, сливок и овощей. Теперь можно выкладывать остальные морепродукты. Вкладываем гребешки и на гребешочки наши осьминожки. Обязательно декорируем блюдо лимоном. С его соком морепродукты будут еще вкуснее. Добавим икры и зеленого масла. Наше блюдо готово. Теперь его пора подавать. Можно сделать морепродукты в ламбе. Уже готовое блюдо снова поливаем коньяком и поджигаем. Смотрится очень эффектно. Такое угощение гости точно не оставят без внимания. Следующий пункт при праздничной подготовке – подарки. Но здесь уже все зависит от вашей фантазии. Правда, есть одна хитрость. Если человек в новогодней компании много, а вы ограничены в средствах, есть одна замечательная игра, пришедшая к нам с запада – Санта Тайна или Секретный Дед Мороз. Бумажки, на которых написаны имена участников, складываются в шляпу. Или, как у нас, в шапку. Смешиваются, затем каждый достает по одному листочку. На нем написано имя участника, которому вы будете дарить подарок. Главное – сохранить это имя в секрете. На то он и Секретный Дед Мороз. Получается и весело, и экономно. Ну и последний, но не менее важный пункт – как следует зарядиться хорошим настроением. И тогда праздник получится по-настоящему волшебным. Счастливого Нового Года! Секретный Дед Мороз